Всем привет! У нас снова в студии гость, который выступает сегодня в дисциплине FIFA. Как на данный момент обстоят дела в этой игре? Ну, всем привет! Меня зовут Владимир Емельянко, мой ник Бенедикт. Ну, на данный момент и сейчас идет уже плей-офф. В прошлом году была такая же тема, как и вчера, задержали жеребьев. И, в общем, мы только стартанули в полосыбного и сыграли не все групповые этапы, сегодня доигрывали. А сейчас в плей-оффе играют одни из, ну, все сильнейшие, которые попали. Неожиданный, конечно, результат был. Все рассчитывали, что я войду в топ-3 или кто-то или в другие. Но так получилось, что было у нас две группы смерти, как бы так сказать. И не вышло довольно-таки два сильных, три сильных игрока. А там уже, я не знаю, это непредсказуемая версия FIFA. Так что, не знаю, кто победит, но я думаю, Альти возьмет квоту и полетит в Корею. То есть, ты считаешь, что победит Альти, будет главным фаворитом? Ну, да, на данный момент Альти очень хорошую форму показывает, игру. Думаю, поборется за квоту еще. Лакост, он из Москвы. У него так получилось, что квоту он случайно получил, но молодец парень, борется до конца. Ну, и там, я не знаю, может быть, Маратик было поборется. Посмотрим. Но я как бы на Марата не ставлю. Я знаю, что в FIFA есть такое противостояние. Питерская школа и Московская школа, да? Сейчас можно вообще определенно сказать, какая школа лучше? Так как это индивидуальная дисциплина, тут нет как таковых школ. Тут у каждого играет, как бы сказать, опыт, зарешает. Всегда он решает и будет решать. Так что нет каких-то школ определенных тренировок. Если ты умеешь играть, оттачиваешь мастерство, ты победишь. Может быть, какой-то фарт, ты не победишь. Так что нет таких школ. То есть, ребята в FIFA не тренируются друг с другом по городам? Ну, как бы вот проводят ланы. Вот я слышал, я сам из Москвы. И у меня как таковых ланов нет. И только играю по интернету, желательно с хорошим пингом, что это влияет. И вот так вот, ну как, вот так вот, я даже не знаю, что сказать. Ну, просто онлайновые тренировки у вас получают. Да, в основном проводятся клановые игры. Там на ESL играют много игроков. И тренировки многое решают. Если вот не играл, ты два-три дня. И вот, я как по себе сужу, вот, я вот пришел, играть начал, проиграл все игры. И потом тренировался в течение пяти часов. И у меня пошло, пошло, пошло. И я в итоге в групповом этапе обыграл Альте и проиграл же ему. Вот и тренировки решают очень много, очень. Это то же самое, что и StarCraft, WarCraft. Все игры без тренировок, ты ничего не добьешься. Раньше вот Россию на международном уровне боялись. Как в онлайне, так и когда мы выезжали на LAN. Сейчас говорят о том, что российская FIFA как-то стала послабее. Подтверди или опровергни это утвердь? Скорее опровергну, потому что онлайновые турниры, как Zotac Cup, последний взял московский игрок, Навидал, насколько мне известно. Ему 29 лет, взрослый мужчина уехал в отпуск, отказался от квоты, отдал Йолокосту. И последний, даже я играл в Zotac иногда. Вхожу в топ-8, и Марат Быдлов ходит, и Sox ходит в топ-8 Zotac Cup. Это европейские, все румыны, болгары там играют. Как бы да, российские игроки по FIFA на данный момент отстают. Мне кажется, владеют большим преимуществом болгары и поляки. Потом немцы и русские, это единственное, так кажется. Я думаю, они недооценят Россию просто-напросто. Это моральная подготовка, многое решит тоже. Кажется, в прошлом году FIFA не было, да, на ВЦГ? В прошлом году, да, кстати, не дали визы парням в Лос-Анджелес. И поэтому они никого, никто из России не представлял. И даже я знаю почему, потому что у нас очень сильные были игроки. Вот парк в Фросте и Семшке тоже, который хорошо владел пасом. И им не дали просто квоты, я не знаю. Мне кажется, и не только мне, потому что они знали, что русские могут взять квоты на мире. И поэтому не допустили их. Американцы, что ли, так? Ну, скорее всего, не американцы. Там вся эта политическая ерунда. Ну и немцы, скорее всего, повлияли. Но это, я уверен, на 90%, что так оно и было. А вообще FIFA как дисциплина в какой стране больше всего популярна? Вот так, StarCraft Корея, Counter-Strike Швеция. А FIFA? FIFA, скорее всего, более распространенная. Вот как версия сейчас и следующая в Германии. Немцы, они все же привыкли на консолях играть. Ну и вот поляки сейчас вроде нормально играют. Но много консольщиков пришло в этом году. И им тоже легко. Мы не знали о них раньше никогда. Вот я уже который год играю. Половину я не слышал, наведал, кто он играл на Sony PlayStation. Пришел на ПК и начал играть. И топ-10 мира точно держит. Так что вот немцы, я думаю, пока что лидируют в FIFA. То есть России, чтобы повысить популярность дисциплины, нужно перенести ее на консоли? Скорее всего, нет. Просто тут нужна как бы моральная подготовка тренировки. И поставить себе цель и достичь ее любыми путями, способами. Но жаль, конечно, у нас мало развито спонсирование. И все это, не знаю, распространено. Ну, мало финансируют в FIFA. Не уделяют мало внимания. Так бы если бы много спонсировали, финансировали. И многое другое на LAN. Вот, допустим, чтобы мне приехать сюда, мне потратить определенную сумму. Еще на LAN. Ну, проживание там можно уже за свой счет где-то найти. Ну и там можно тренироваться на LAN. А так никто не спонсирует. Это невыгодно, насколько мне известно. У тебя квоты уже нет, но есть ребята, за которых ты болеешь. Ты будешь помогать им тренироваться, тем, которые пройдут? Ну, если мои планы не изменятся кардинально, то я им буду помогать. Подсказываю. Даже сейчас ребята ко мне подходят. Так как я тоже был главным претендентом на победу. Ко мне ребята подходят, спрашивают, что, как сыграть. Я им подсказываю, соответственно, против тоже других игроков топовых. И надеюсь, что мои советы пригодятся, как некоторым другим людям, которым я подсказывал, как играть в онлайне. Ну, как бы у всех задротов, как бы сказать, свои фишки, примочки. Никто как бы не раскрывает их до гранта. Но я проиграл, не выиграл, так сказать. Ну, я могу кому-то что-то посоветовать. А помогать тренироваться, если Альти выиграть, то я им с удовольствием помогу в этом. Спасибо большое тебе за интервью. И увидимся в следующем году. До свидания.